Главным тренером луча энергии стал Олег Веретенников. 45-летний специалист уже прибыл во Владивосток и вскоре приступит к работе с командой. Игровую карьеру Веретенников завершил в 2009 году в составе Волгограда, а спустя год возглавил местный ротор. С желто-синими лучший бомбардир в истории российских чемпионатов заключил контракт сроком на один год. Это для меня и вызов, и шаг вперед в моей карьере тренерской. Поэтому я к этому готов. И если бы я к этому не стремился и не хотел, я бы, наверное, ответил отказом, если бы я чего-то боялся. Бояться здесь нечего. Я готов. Я прошел все ступени обучения в высшей школе тренеров, начиная с лицензии «Б» и заканчивая лицензией «Про». Поэтому знание есть, опыт, как и грузский, как и тренерский. Ну, тренерский, наверное, накапливается только с тем, когда ты находишься в постоянной работе. Те игроки, у которых действует контракт, уже собрались на первый учим на тренировочный сбор в Уссурийске. Первоочередная задача нового тренера и руководства – завершить комплектование команды. Ушли лидеры. Последним расположением «Луча энергии» покинул лучший форвард команды Андрей Мязин. Им всем нужна замена. Привлекать будут как опытных игроков, так и молодых, и перспективных. А главная задача – вернуть в расположение клуба собственных воспитанников. Сейчас мы ведем переговоры, пытаемся вернуть тех воспитанников в клуб, которые успешно и качественно играют в других регионах, которые низко не хотят. У кого-то есть контракты, у кого-то есть более серьезные финансовые условия. Но я думаю, что в ближайшие дни один по трансферу мы верим. 21 июня команда вылетит в Благовещенск, где проведет вторую часть учебно-тренировочных сборов и сыграет три товарищеских матча. Старт сезона уже не за горами. 11 июля на своем поле «Луча энергии» встретится с хабаровскими армейцами. Марьяна Семенникова, Битый Сухоруков, Новости Спорта на 8.